Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В Самаре обновится участок пути на проспекте Кирова. Городские службы благоустройства отремонтируют более 43 тысяч квадратных метров дороги. Отмывают остановки, очищают столбы от объявлений, красят урны. В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Турция и Танзания в локдауне с 15 апреля до 1 июня. Что делать тем, кто купил путевки на эти даты? Можно ли вернуть деньги? В стратегию комплексного развития Самары вносят изменения. О том, в каких корректировках нуждается документ, говорили на расширенном совещании под председательством главы города Елена Лапушкиной. Начата работа, которая выведет город-курорт на новый уровень. По мнению собравшихся, для этого в Самаре есть все необходимые ресурсы. Мэри Елчан узнала подробности. Корректировка стратегии развития Самары – одна из первоочередных задач, которая сейчас стоит перед городскими властями. В 2013 году план развития города разработало профессиональное сообщество с участием жителей. Он был принят Дмитрием Мазаровым, который в то время был главой города. Она в общероссийском форме стратегического планирования заняла первое место. Это случилось потому, что данная стратегия была грамотно подготовлена. Разработанный алгоритм зарекомендовал себя только с положительной стороны. Но время идет, в городе реализуются национальные проекты. Это требует перемен в градостроительной политике. Поэтому было принято решение скорректировать стратегию развития Самары. Это руководители профильных департаментов, профессиональное сообщество и главы внутриградских районов обсудили на рабочем совещании под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Были озвучены принципы корректировки стратегии. На что мы делаем упор, как мы будем работать с жителями города, как мы будем совместно обсуждать это с профессиональным сообществом. Есть очень много интересных идей. И, конечно, они должны воплотиться в жизнь в обязательном порядке. Для усовершенствования стратегии комплексного развития Самарский университет готов предложить свои компетенции, опыт и ресурсы. Правительство области и администрация города неоднократно заказывали у специалистов этого вуза инвестиционный анализ и оценку. Сейчас исследователи хотят внести стратегию новой компетенции. Например, цифровой двойник города. Когда у нас есть самые различные пласты, мы можем посмотреть, собственно, и движение транспорта по городу, можем посмотреть, так называемое, ночное население, то есть, кто находится в ночное время, то есть, живет, проживает. Можем посмотреть дневное население, то есть, кто куда перемещается и кто где работает, какие точки активности у нас в городе. Достичь нужного результата в усовершенствовании стратегии Самары помогут и другие вузы региона. Будут сформированы экспертные группы, в которые войдут специалисты высокого уровня, ведущие ученые и эксперты в различных областях не только из 63 региона, но и других областей. Они поделятся опытом и предложат новые идеи. Все это стало возможным, в том числе и благодаря цифровизации. Кроме того, сейчас в Самаре база геоданных формируется на основе космических технологий. Как отмечают специалисты, еще ни одна стратегия не разрабатывалась с использованием искусственного интеллекта. Сегодня появилась принципиально новая возможность, вот эти технологии дают, для того, чтобы мы сбалансировали градостроительное развитие и социально-экономическое. Ни в одной стратегии других городов нет внутри стратегии пространственного развития. А это сегодня невозможно сделать без использования космических технологий. Мало научных групп, которые владеют этими технологиями. Комплексная реализация стратегических целей позволит достигнуть достойного уровня жизни в Самаре и укрепить имидж города на мировой арене. Для этого у Самары есть все необходимое. Международный аэропорт, развитые железнодорожные и автомобильные инфраструктуры. Также сейчас обсуждается возможность построить в Самаре крупный речной порт. Мэр Елчан, Константин Головин, События. В новый дорожно-строительный сезон в Самаре обновится проспект Кирова. На участке от Заводского шоссе до улицы Победы городские службы благоустройства отремонтируют свыше 43 тысяч квадратных метров проезжей части и более 6 тысяч квадратных метров трамвайного межпутия. Как выполняются работы, расскажет Ольга Хомракулова. В Самаре на проспекте Кирова продолжается комплексный ремонт. Дорожные службы приводят в порядок участок проспекта Кирова от Заводского шоссе до улицы Победы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Запланированный объем работы на всем отрезке улицы свыше 43 тысяч квадратных метров проезжей части и более 6 тысяч квадратных метров трамвайного межпутия. Для того, чтобы не мешать интенсивному дорожному трафику, работы выполняются в ночное время. Надо отметить, что в соответствии с национальным проектом присматриваются новые асфальтобетонные смеси. Здесь впервые применена новая асфальтобетонная смесь «Летая в трамвайных путях», которая более приспособлена к нагрузкам, к вибрациям и к износу стойка. На участке от Победы до теннисной бригады срезали асфальтобетонное покрытие методом холодного фрезерования. Также отремонтировали трамвайное межпутье. Выполненная площадь работ превысила 4700 квадратных метров. Начинается с выносом отметок для того, чтобы устроить водоотведение. Производится фрезерование старого асфальтобетонного покрытия с помощью резцов. Она измельчает старое асфальтобетонное покрытие, и это все очищает дорожное покрытие и выводится. В дальнейшем будет устроено покрытие из щебеночномастичной асфальтобетонной смеси. Также планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие тротуаров на площади более 10 тысяч квадратных метров, отремонтировать люки инженерных коммуникаций и многие другие работы. Уже отремонтирована большая часть трамвайного межпутья. Контроль за выполнением работ возложен на МБУ «Дорожное хозяйство». Специалисты работают в круглосуточном режиме. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. В Самаре продолжают приводить в порядок дороги. До того, как начать ремонт большими картами, латают ямы, чтобы избежать дорожных происшествий. Так называемый ремонт малыми картами сегодня с самого утра делают на Вольской. Наш корреспондент расскажет подробнее. С самого утра рабочие приступили к ремонту улицы Вольской на участке от проспекта Кирова до Нового вокзальной. Работы ведутся литой асфальтобетонной смесью. Сначала производим разборку асфальтобетонного покрытия компрессором. Потом происходит очистка основания от грязи и пыли. И потом укладка. Дорога на Вольской в ремонте нуждалась давно, говорят жители близлежащих домов. В непосредственной близости находятся социальные учреждения, в том числе и больница Симашка. Здесь высокая интенсивность движения автотранспорта и курсирует машины скорой помощи. По этой причине дорога требует к себе постоянного внимания дорожных служб. Ямы, волны, просевшие, лужи, едешь и не знаешь, что там ямы или что. Вольская вообще интенсивная дорога. Были ремонты, но со временем все в упадническом состоянии приходило. Чаще всего дефекты покрытия появляются в межсезонье. В этом году весенний, зимний период был достаточно тяжелый. То есть большой переход был температурный качель, так называемый, из плюса в минус, когда происходит оттаивание, а потом замораживание имеющейся воды на проезжей части, происходит интенсивное разрушение асфальтобетонного покрытия. В соответствии с требованиями к ямочному ремонту дорожные службы смогли приступить в марте, когда температура воздуха стала не ниже минус 10 градусов. На сегодняшний день аварийный ямочный ремонт Самарии выполнен на площади свыше 12 тысяч квадратных метров. Работы проведены на 130 участках. Они ведутся как днем, так и ночью. Чтобы как можно быстрее обеспечить самарским автолюбителям комфортное передвижение по городским дорогам. Ольга Павлова, Мария Левина, Николай Сидоров. События. Теперь платить по коммунальным счетам пожилым людям станет проще. Теплоэнергетики совместно с социальной службой обслуживания населения разработали проект, который в народе уже получил название «Бабушка онлайн». С начала пандемии число онлайн-пользователей старше 65 лет возросло. Именно для них компании «Т-Плюс» и «Энергосбыт-Плюс» совместно с социальной службой обслуживания населения разработали проект, помогающий выйти в интернет, даже если в доме нет компьютера. В народе цифровой сервис уже прозвали «Бабушка онлайн». Теперь с помощью специальных ТВ-приставок пользователи смогут вводить показатели счетчика в горячей воды и оплачивать квитанции, не выходя из дома. Закупили устройства, которые можно подключать к телевизору и пользоваться онлайн-сервисами любых организаций. Подробную инструкцию по передаче показаний мы специально подготовили и раздали жителям Самары. Для жителей Самары, для участников этой акции это будет бесплатно. На старте программы закуплено 50 ТВ-боксов. Пенсионерам их доставят на дом и помогут подключить волонтеры. Очень удобно, я даже мечтала об этом, потому что все, дочка что-то там просит, а я сама не могу передавать, а дочку прошу, а сейчас сама буду передавать. Также с помощью приставки можно будет просматривать онлайн-лекции и выходить на связь с врачом. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов, События. Снова на стопе. Чартерные авиасообщения с Турцией и Танзанией будут приостановлены с 15 апреля этого года. Полеты в эти государства отменили из-за неблагоприятной эпид-обстановки, вызванной пандемией коронавируса. Пока туристы ищут наилучший выход из сложившейся ситуации, турагенты несут колоссальные убытки и предлагают новые варианты отдыха. Какая альтернатива есть у самарцев, узнала Ольга Павлова. Директор турагентства Алина Трещанин внимательно изучает инструкции, которые весь день приходят от туроператоров. Больше всего новость о том, что авиасообщение с Турцией снова закрыто, расстроило тех, кто успел приобрести путевку по раннему бронированию. Ну, все реагируют по-разному. Кто-то требует прямо сейчас денег, кто-то спрашивает, когда будет перебронено, какие даты это возможно. Некоторые туроператоры уже прислали условия перебронирования. В списке стран, которые попали под запрет, помимо Турции, оказалась и получившая сравнительно недавно популярность Танзания. По сообщению российского оперштаба по борьбе с COVID-19, такое решение было принято из-за роста числа заболевших на территориях этих государств. По последним данным, на Анталийском побережье сейчас находится порядка 30 тысяч российских туристов. Они смогут продолжить свой отдых и вернуться на родину даже после приостановки чартерных рейсов. Им повезло, скажем так, они отдохнут полностью, их будут вывозить из Турции пока в соответствии с графиком. Если будет что-то меняться, им непосредственно гид на месте уже сообщит. А так они отдыхают и прилетят теми же чартерами, просто за ними будут отправлены пустые, скорее всего, самолеты. Для тех, кто забронировал туры на теперь уже неудобные даты, туроператоры предлагают несколько вариантов решения проблемы. Первый – перенос туры на период с 1 октября 2021 года по 31 мая 2022. В этом случае стоимость путевки не изменится и сохранятся все ранее выбранные параметры – страна, отель, условия размещения и перелета. Второй вариант – перенос денежных средств с аннулированного тура на любые даты и открытые направления. Это, допустим, Сочи или Крым. Также у некоторых операторов есть Кипры, Самары и Эмираты. Или можно перебронироваться по ценам сайта с 1 июня на ту же самую Турцию, просто с доплатой. Так как май и апрель месяц, конечно же, они дешевле, чем июнь-юль-август. Впрочем, жители Самарок при остановке чартерных рейсов в Турцию и Танзанию отнеслись по-разному. Я не понимаю, почему так. И, по-моему, очень много людей этим очень недовольны, потому что все уже навострили, так сказать, ушки туда полететь, отдохнуть, потому что сколько можно уже. И так границы были закрыты. Вы знаете, я люблю путешествовать, но я еще во многих местах в России не была, поэтому я хочу попутешествовать по России. И на теплоходе в этом году плыву вот в мае. Я считаю, что люди должны думать о своем здоровье, о своих близких, родных и переносить туда-сюда инфекцию. Сейчас нет острой необходимости, ничего страшного, отдохнем в России. Тем временем колоссальные убытки из-за решения приостановить чартер несут не только туристы. Спрос на Турцию, отмечает турагент, упал даже на более поздние даты – август, сентябрь и октябрь. Люди боятся покупать кота в мешке и вновь потерять деньги, рассказывает менеджер Анастасия Коломыкова. Она сама должна была лететь на днях за границу в командировку по работе. Мы, конечно же, в шоке, как и все туристы наши, расстроены, что не сможем посмотреть. Я должна была лететь именно в Марморис, а я его как раз не посмотрела, так же мы потеряли эту поездку. Пока туристы и агенты находятся в раздумьях. Менять путевки на поздние даты или доплачивать за более дорогие отели люди не хотят, отмечает в турфирмах. Возможно, в ближайшее время рост туризмом и ведущими туроператорами будут найдены новые, альтернативные варианты, которые смогут устроить все пострадавшие стороны. Ольга Павловна, Василий Колдашов, События. Эфир продолжит блок экономических новостей. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что сегодня происходит с ценами на бензин? Действительно ли они растут и в каких пределах? В пределах инфляции, Андрей. Об этом я расскажу чуть позже, а пока о мерах восстановления российской экономики. Правительство рассматривает варианты восстановления экономики после пандемии. Среди них использование средств Фонда национального благосостояния, смягчение бюджетного правила и повышение налогов. Конкретные меры объявят на ежегодном послании президента Федеральному собранию 21 апреля. И хотя эксперты отмечают, что российская экономика пострадала не так сильно, как во многих других странах, в Минфине делают акцент на небольших налогах. Ведь в России НДФЛ от 13 до 15 процентов, а в некоторых странах 35. Вырастут ли налоги, узнаем на следующей неделе. А вот увеличение цен на бензин автомобилисты заметили уже сейчас. Да, оно есть, но в пределах инфляции, говорят в Минэнерго. Ранее Федеральная антимонопольная служба заявляла, что цены на топливо растут из-за ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК. Правительство сейчас решает, как бороться с ростом цен на бензин, так как действующие меры не работают, обсуждают ограничения экспорта топлива. Федеральный сервис доставки продуктов и товаров и Московский музей космонавтики изучили, чем питаются космонавты на орбите и сколько такое питание может стоить на Земле. В выборку вошли рис и рисовая каша, сухофрукты, творог, кедровые орехи, заливное, антрикот, говядина, говяжий язык, кабачковая икра, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, фрукты, свежие овощи, кофе, чай и витамины. Ежедневный рацион российского космонавта рассчитан на четырехразовое питание составлен из расчета потребления 3200 калорий. По информации аналитиков, россиянину космическое меню на неделю обойдется в 5300 рублей. Официальный курс доллара на 14 апреля – 77,25 рубля, евро – 91,92 рубля, нефть марки Brent – 63,62 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 194 случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 58 318. Такие данные во вторник 13 апреля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 213 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 55 164 пациента. Минздрав России собирается включить вакцинацию против коронавируса в национальный календарь прививок. Это позволит регионам закупать вакцину за счет федерального бюджета. В 63 регионе, чтобы прививать жителей в отдаленных районах и селах, используются передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Как проходила процедура в Нефтегорском районе, расскажет мэрия Елчан. Пандемию показала, что самые уязвимые перед коронавирусной инфекцией люди пенсионного возраста. Поэтому им в первую очередь важно привиться. Марии Павловой 81 год. Она живет в Нефтегорском районе в селе Зуевка. Женщина в группе риска, чтобы обезопасить себя и близких, решила пройти вакцинацию. Дочь сказала, мам, делай. Мы семья у тебя, будем к тебе есть. У меня у внуки есть. Не дай бог, ты заболеешь. Вроде к тебе нам нельзя приехать, тебе лечить. И делай, делай. Ну вот и решил. Ну делать надо, значит надо. Вот и решил и делать. Для удобства сельских жителей прививки делают в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах. Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача. Он полностью оснащен всем необходимым оборудованием. Так медики проводят осмотр населения в отдаленных районах и селах, а также делают профилактические прививки. Нефтегорская больница обслуживает два муниципальных района – Алексеевский и Нефтегорский. На сегодня свыше двух тысяч жителей здесь уже привито. Модернизация первичного звена – одно из направлений национального проекта здравоохранения, инициированного президентом Владимиром Путиным. Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Самарской области, в том числе часть стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова. Напомню, 1 апреля глава региона передал 19 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и учреждениям здравоохранения губернии. С этой возможностью можем в хорошем темпе проводить профилактические мероприятия, коих мы в прошлом году были просто в силу обстоятельств лишены. Сейчас этот процесс возобновился и активно проводим. Всего в области 164 прививочных пункта. Запись на вакцинацию добровольная и бесплатная. Сделать это можно в своей поликлинике по телефону горячей линии 122 или на портале госуслуги. Мэри Елчан, события. Проверят трубы на прочность. В Самаре завершается отопительный сезон и начинаются температурные испытания на сетевых объектах. Сегодня энергетики проверяют повышенной температурой теплоноситель сетей от Самарской ГРЭС. А уже в среду очередной этап испытаний начнется на сетях Самарской ТЭЦ. Кроме того, в Самаре продолжается месячник по благоустройству. Как город преображается после зимы, расскажет Светлана Кудрявцева. Активно работая скребком, Олег Дьяконов убирает наклейки, объявления и рекламные листовки с остановок. Вот уже пять лет он вместе с женой Натальей делает город чище. Семья подрядчиков работает практически во всех районах города. Сложнее всего приходится на окраинах. 55. Вот только в апреле 55 остановок. В том месяце мы 69 помыли остановки, потому что были слишком грязные. А в этом месяце нам уже дали наряд 118 остановок у нас. Всего в Самаре необходимо отмыть более 1200 остановок. Приводят в порядок и урны на улицах города. Например, в день только в Октябрьском районе, где всего вдоль дорог расположено около 400 емкостей для сбора мусора, бригада восстанавливает до 50 штук. Свежая краска должна сохраниться до следующего сезона. Установившаяся в регионе теплая погода позволяет не только благоустраивать город, но способствует завершению отопительного сезона в городе. В нескольких районах Самары проводят температурные испытания теплосетей. Городские власти просят отнестись к ситуации с пониманием. Все это необходимо для проверки оборудования и выявления дефектов трубопроводов. Если погодный фактор сложится так, как он есть, а прогноз именно говорит об этом, то мы предполагаем, что в четверг будет объявлено об окончании топительного сезона. Сразу, естественно, никто не откручивает. Это будет постепенно. Вначале сейчас уже отключаются промышленные предприятия в данной ситуации, которые ТСЖ отключаются самостоятельно, кто работает на позиции 1-7. Повторного массового включения не ожидается, отмечает вице-мэр. Синоптики не обещают похолодания. Однако при необходимости, по заявкам медицинских и социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей, профильные организации должны быть готовы к подаче теплоресурса. Это обсудили на еженедельном совещании с представителями управляющих компаний ресурсоснабжающих организаций. Уже в эту среду, 14 апреля, в городе начнутся температурные испытания тепловых сетей Самарской ТЭЦ. С 9 до 16 часов приостановят подачу горячей воды в Кировском, Промышленном, а также в части Октябрьского и Советского районов. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. В театре Самарская площадь состоялась премьера спектакля «Чужая жена и муж под кроватью» по одноименному рассказу Достоевского. История о муже-ревниевце и его ветреной жене раскрывает малоизвестную юмористическую грань творчества великого писателя и приурочена к 200-летию со дня его рождения. Поставили спектакль на средства федерального гранта. Согласно его условиям, между Самарой и Санкт-Петербургом произойдет культурный обмен. Для работы над спектаклем приглашены и режиссер, и художник-постановщик из Северной столицы. Премьера – это знаменательно для нас прежде всего тем, что этот проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации на грант правительства Российской Федерации на поддержку театрального искусства 2021 года. Для мусульман всего мира сегодня начался священный месяц Рамазан. Это время обязательного поста, когда в дневное время правоверные мусульмане добровольно отказываются от принятия пищи и любых напитков, вплоть до наступления сумерек. Итак, до 12 мая праздника Ураза-Байрам. Начало священного месяца самарские мусульмане, как и положено, встретили первым ночным намазом Таравих. Считается, что именно в Рамазан Аллах впервые открыл строки Корана пророку Мухаммеду. Аллах говорит, что каждый день для человека, а пост для меня. Потому что он ради меня воздерживается от еды, от питья, от выполнения супружеских обязанностей. И за это я его награжу. Всероссийские соревнования по гимнастике и танцам «Гимнастрада» вышли в Самарской области на финишную прямую. Сегодня жюри должно определить 9 команд. Призеров в трех номинациях. Очные соревнования проходят в Грации. С подробностями наш корреспондент. Сильнейшие команды Самарской области по танцам и гимнастике собрались, чтобы определить лучших в новых соревнованиях «Гимнастрада». Турнир проходит по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. На первом заочном этапе за выход в региональный финал сражались больше сотни команд. Турнир необычен тем, что в нем могут участвовать спортсмены разных возрастов и уровня подготовки. Чем замечательна гимнастрада? Она дает возможность в общей гимнастике проявить себя всем ребятам, независимо даже от того, занимались они спортом. Задача основная – привлечь ребят, наших детей и молодежь к систематическим занятиям физической культуры и спорта. Соревнования включают в себя три дисциплины. Гимнастика, гимнастические виды спорта и танцевальный марафон. Представители спортивных федераций радуются новым соревновательным площадкам, где физкультурники со всей области могут показать себя. Самая популярная дисциплина гимнастрады в Самаре – это танцы. Данное мероприятие получило очень хорошее начало. И я думаю, что оно у нас приживется в Самаре. Оно у нас получит дальнейшее развитие. На следующий год подключатся к данному мероприятию студенты. Это будет еще один новый виток спортивного мероприятия. В областном финале за путевку на всероссийский этап сражается порядка 60 команд. Организаторы сейчас решают, кто поедет защищать честь региона на гимнастраду в Москву. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях, а также смотрите нас на ютюбе. Там у нашего канала уже более 36 тысяч подписчиков. Будьте здоровы! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!